Но, как мы видим, применял он ее уже тогда, уже несколько раньше. Нет, кажется, Реджи Гросса. Первый раз он уронил человека в этой комбинации. Это был Реджи Гросс. Вот интересно, Джеймса, что вот в углу говорят это? Ну, наверное, наверняка говорят, что если выиграть за любой, давай, давай еще старайся, делай. Ты знаешь, что говорит в углу Джеймса? Он, в принципе, делает все правильно. Он выступает на все 100% своих возможностей. Я не вижу каких-то ошибок у Тиллиса. Нет, он работает хорошо. Он делает свое дело. Он выполняет свою работу. Дали задание, он должен на дистанцию продержать. Пустите, вот так он еще и атакует, и еще пробивает такие серии прекрасные. И его что-то не боится. И делает свое дело. Он, в общем, хороший боксер и хороший бой. Да, очень хороший бой. Я не знаю, почему. У Тиллиса не было карьера, да? Ты знаешь, я вспоминаю сейчас бои. И те, которые мы видели уже в ходе нашего цикла и раньше, который смотрел. Тиллис... Уходит, прием уходит. Да, замечательно. Тиллис гораздо лучше боксирует, чем многие именитые соперники Тайсона. Майк Тайсон, Мистик, будет страдать. Он не получил на каутирует. Он не очень быстро болен Тиллис, даже если он не украл его. А вот, опять, комментаторы говорят о том, что не смог даже потрясти Тиллиса. Не то, что он каутировать, а потрясти не смог. Тиллис, не в порядке, не в порядке. Тиллис, мы должны повторить, Тиллис, в порядке, в порядке, в порядке, в порядке. Может, это, в порядке, Алекса, быть хорошим для Майка Тайсона? Да, я думаю, что это будет. В общем, равный бой идет. Равный бой. Равный, но красивый. Да. Бой красивый. Ну, конечно, то, что Тиллис... Помнишь, мы перед боем говорили о том, что будет бегать? Он ничего подобного. Он не бегает. Он дерется. Он двигается на дистанции, что не то, что бегать. А он хорошо двигается на дистанции. Да, постарайтесь застает. Да, между бегать и хорошо двигаться. Большое. Многие люди, которые спрашивают каждый день, когда ты собираешься бороться? В общем, даже вот удары, вот эти прямые удары, которые он носил, они очень похожи на удары в медали. Ну, он явно, так сказать, у него учился. Да, да. У меня перед глазами просто стоят бои Али, прежде всего с Санни Листоном, 64-го года, с Кливлендом Уильямсом, по-моему, это 66-й год, с Зоро Фолли, 67-й год. Вот мои любимые бои Али, где он как раз вот достиг, нам ждет своего боксерского потолка. Ну, нет, ты как раз, и с Форман, и с Фрейдером. Понимаешь, это другие, это уже другой Али, уже потерявший скорость, да, суперскорость потерявший. Ну, голова у него работала. Голова у него работала, да. Особенно он работал, когда с Форманом, да, обманул Формана, просто обманул. Да, возможность бить себя и всему раунгал. Восьмил, восьмил, да, да. Он ни разу не подставился чисто, потому что Форман-то... Вообще, это, конечно, такое занятие интересное, хотя и бессмысленно это, сравнивать лучших тяжеловесов. Да, да, конечно. Я говорю, что они все, все прекрасно в своем, в такой, в свой период времени. Да, 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 да. И, в общем, слава богу, что они были, и мы их можем вот так вот вспоминать. Ну, это был, продолжается, и, в общем-то, сценарий один и тот же. Да, ну, а наши телезрители сейчас имеют возможность увидеть то, что они пропустили, в отличие от всего остального мира, что прошло мимо них тогда, ну, сейчас наверстывая Лукущина. И что, он тоже продолжает? Левый, джабы, двигается. Ну, прям вот некоторые движения Али повторяют, да, вот эти ногами. Копирует, копирует. Да, ну, это просто то, что само напрашивается, он вообще физически похож на него. Али, кстати, крупнее был. Да, нет, конечно. Он просто и больше по размерам был. Ну, что надо отдать должное Джеймсу, что он и боксирует, и я продержался, и, соответственно, опять же, ну, смотрю, что он просто вот ходит, он даже ничего не имеет. Работа такой не имеет. Он минутит концовку, я так думаю, что концовку он будет раунды все равно делать. Ну, да, ну, да. Но их сады уже рычат недовольны. Да, у него нет идеи, что делать с Филлисом. Он его не догоняет так-то. Да, конечно, самолюбители, фанаты, вернее, Тайсона, может быть, сейчас недовольны тем, что, а может, противники, которые видят такой бой. С этим Тайсон ничего не делает. Да, вот там дикторы говорят, не дикторы, прошу прощения, комментаторы еще говорят, что Тайсон значительно опережает по очкам. В первом раунде было 2-3 раунда было таких, когда он по очкам-то выиграл. Ну, вот сейчас, в последние раунды все, в общем-то, они одинаковые. Там нужно давать туда-сюда. Да, но это может судья тоже посчитать, в принципе. Конечно, конечно. Ну, после боя я скажу, как судьи посчитали. Потому что, ну, не хочу навязывать зрителям, что бы то ни было. Я только забегаю, забегая вперед, скажу, что двое судей из трех разделяют наше здоровое мнение, а не мнение американцев, комментаторов. Продолжение следует...